Некрасов Александр Степанович В первой школе получил звание сажанта. С мая до дня гибели 29 сентября 1944 года сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Ленинградском и Втором Украинском фронтах. Принимал участие в разгроме противника на Карелском перешейке и освобождении Румынии. За боевые отличия в боях под Выборгом был награжден медаль за отвагу 1944 года. Звание Героя Советского Союза Александру Степановичу Некрасову присвоено 24 марта 1945 года за доблесть и мужество, проявленные про уничтожение Яско-Кишиневской группировки противника. Грибов Петр Иванович, командир 6-й гвардейственного дострелковой краснознавленной ордена Суворова бригады, гвардии полковника. Родился 4 июля 1902 года в городе Саратов в семье рабочих. Работал в рабочем лесопильном заводе в Красной Армии с 1922 года. Принимал участие в Думанинградской битве, в Воронежской-Касторинской наступательной операции, в Урской битве, освобождении Украины, Молдавии, Груминии и Минград. 22 марта 1945 года гвард за полковник Грибов в правительственной борьбе в городе СССР. Указан президентом Верховного Совета СССР Грибову Петру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза по смерти. Именем героя названа Грибов Саратов. Панкилов Иван Васильевич. Командир 8-й гвардейской краснозаменной стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта гвардии генерал-майор. Родился 1 января 1893 года в городе Петровск, ныне в Саратовской области в семье мелкого конторского служащего. Из-за ранней смерти матери не смог окончить 4-х классное городское училище города Петровска. С 1905 года работал по наему в лавке. С началом Великой Отечественной войны Панфилов лично занимался формированием 316-й стрелковой дивизии в Среднеазиатском военном округе в городе Алмате. В октябре 1941 года дивизия прибыла в состав действующей армии на Западный фронт. И в последующие месяцы обессмертил свои знамены героическим участием в оборонительных боях Московской битвы в октябре-ноябре 1941 года. Более двух месяцев панфиловцы отбивали атаки танковых и пехотных частей врага на Волоколамском направлении, проявляя массовый героизм и упорство в бою личного состава. Генерал-майор Панфилов погиб на поле боя 19 ноября 1941 года под городом Волоколамском у деревни Гусеново, получив смертельные ранения от осколков близко разорвавшейся немецкой минометной мины. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза по смерти. Его именем назван город Жаркент, ныне город Панфилов, и один из поселков Казахстана, село Старо-Николаевка, Кыргизия. Улицы многих городов и сел бывшего СССР, пароходы, фабрики, заводы, колхозы. Его имя было присвоено многим школам. В городе Москве имя Героя носит проспект Денинца. Встреча с Кейбасимовичем манерил 267-й годовый балкан. Старший лейтенант, работал с санатом Селесовым диспетчем. В 1942 году окончил курс младшего лейтенанта. Старший лейтенант в стреканцах отключился в боях в районе Села Шевченко. Великобрисовский район в Союзской области, Крым. 8 августа, 1943 год. Преопряжение в бунтах от Денинца. Его рот унесла врагу большой урон. Лично Астраханцев подвил два танка, был ранен, но не спокинен в поле боя. И погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза Сергея Васильевича Астраханцева присвоено посмертным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова